он тебя ссылался в договору подряда там тяжелая ситуация надо сам договор распаривать то есть чтобы договор подряда призвание трудовым договором там есть признаки что это договор трудовое не подряда но это это скажем так непростое дело вот это вы уговаривал чтобы он написал что на улице упал не на работе все-таки есть какой-то подводные камни вот но подводный камень что суд обращаясь и через суд требуешь признать данный договор подряда договором трудовым и соответственно с этим выплатили чтобы больничные оплатили на все последствия которые там производственную травму производственная травма это когда он работает по трудовому договору это понятно гарантина предоставляется отпуск выходные дни и тому подобное есть там моменты которые говорят о том что это трудовой договор но естественно это договор подряда составлялся юристами с таким расчетом чтобы трудно было его признать трудовым но признаки есть что он трудовой конкретная работа не определена объем работы не определен соответственно не каждый месяц подписывают какие-то там акты выполненных работ ну формально ну просто чтобы под договор подряда подходил конечно если указан заработной платы пиксельным указан заработок а там указано вознаграждение по договору подряд это как как прослочить ты читал дружу мелькому так я говорю я вчера все ничего не читал не не до этого был самый основной момент посмотрел она вижу все понятно что там предмет какой и что он никак не определен посмотрел акты выполненных работ как подписаны тоже не о чем то есть не нужно будет указано допустим столько-то там метров прокопа на земле да вот там ты-ты-ты по такому-то расценке вот все получили а когда просто выполнена работа что какие работают непонятно посмотреть какой суд подавать красиво может так получиться что по месту нахождение ответчика где-нибудь там в сибири я сейчас не изучал договор я так просто увидел договор подряда а думаю все понятно что не так все просто я вот так и написал что как бы есть нюансы пожалуй у меня по телефону верю что туда вода глаз нам заключен в итоге это я вижу что договор подряд зачем она приглашает листу ну чтоб порядок следил порядка нет но у меня есть это подозрение что у нас будет беспорядок громче начинает говорить она уже пугается пугается присаживайтесь присаживайтесь я посоветую мне спина очень болит если я сяду могу не встать рассматривается гражданское дело поездку публичного акционерного общества совком банк масло денису анатольчу взыскание задолженности по критикному договору и по встречному исковому заявлению масло дениса анатольевича акционерному обществу совком банк о признании договора незаключенным и применение последствия ничтожной сделки и на фотосъемка видеозапись трансляция судебного заседания а также выкладывание в телевизионную сеть интернет допускается с разрешения суда при нарушении указанного порядка осуществления видеозаписи трансляции судебного заседания в том числе посредством вкладывания в сети интернет либо в иных мессенджерах в соответствии со статьями 105 и 158 и 159 гражданского официального кодекса российской федерации суд в праве наложить судебный штраф на присутствующих в открытом судебном заседании лиц размер которого для граждан составляет 5000 рублей кроме того также разъясняю что в соответствии со статьей 17.3 кодекса российской федерации административных пронушениях предусмотрим административную ответственность за неисполнение законного распоряжения судьи прекращение нарушающих действий установленных правилами это понятно участникам процесса да понятно поэтому я попрошу какие-либо видео записи ведущие трансляцию у нас не имеется у вас не имеется хорошо и обсуждается вопрос будут ли у участников процесса какие-либо заявления в ходатайство да будет ходатайство значит первое ходатайство приобщить материалы дела дополнение к судебным расходам на мои услуги как представителя значит чек акт выполненных работ согласно договору которых материалы дела есть дополнительно 21000 да я самозанятый соответствующий чек распечатываю он как бы в электронном виде и соответственно в договоре так предусмотрено что этот чек является я там выполненных работ поэтому там две подписи что претензий со стороны нету все оплачено обсуждается заявлено когда то есть то пожалуйста вы возражаете либо поддерживать поддержку поддерживаете суд определил приобщить указанный документ материалом дела другие заявления по датой свободы а также хотел приобщить материалы дела копию искового заявления и соответствующее решение правда ночью не вступил в законную силу суть в том что в этом исковом заявлении совком банк ссылается на договор в разницу в одну цифру но заключенный в ту же самую дату по их мнению 3 февраля 2020 года но на другую сумму соответственно мировой судья отказал удовлетворение их скан так искового заявления хотел бы приобщить в материалы дела с тем чтобы показать что они с иском заявлении ссылаются на то что они договор потеряли да хотел бы что тоже прям приобщить информационную скажем так справочку не справочка в интернете есть много всяких ресурсов где можно по номеру карты проверить вообще дебетовая кредитовая карта но какому банку подлежит и тому подобное то есть так называемый бим этого первые шесть цифр вот по ним можно определить дебетовая карта либо кредитная то есть те карточки которые у нас материалах дела имеются но якобы расписка о том что они были получены маслом денисом анатольевичем вот я их номера вбил и соответственно показывает что это не кредитный как это просто обыкновенные дебетовые карты значит разрешение данного подательства суд оставляет до конца судебно-разбирательство при когда будут исследовательские дела дела идентифицировать если какие-то сведения вот это из материалов дела как раз вот такие почему-то две карточки да все вот единственное хотел бы узнать поступили ли какие-то возражения на встречный иск если поступили буквально 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 минут пять тогда на ознакомление судебно заседание объявляется хорошо оригиналов нет сюда муж повторно занявим ходатайство и отложимся ты как хочешь об сейчас уже точку поставить хотел понюшу раз хотелось бы будем ставить точку и какой-то большой-большой-большой перечень каких-то таких вот операций понимаешь вывеска по счету так называем как они любят но она ничего не доказывает кто это я не знаю с какого счета с дебетового счета ну наверно человек пользуется карточкой во кто пользуется карточка чего под вопросом какой карточкой карточка если дебетовую человеку кредитный договор заключается только в письменном виде мы не можем заявить ходатайство об экспертизе не ознакомившись с ордина это важно потому что очень странно когда в один день дают два разных кредитных договоров то есть логически по крупному тебе отказали предположим не дважды одновременно в один день это не логично мы сейчас как бы не говорим что-то ты был да там допустим сама ситуация экран отчего ругаетесь я представители азарь не станто число но вы на раз присутствовали своем заседании если бы я был извиняюсь вы прям прям за судьбу беспокоитесь я думаю да и проиграть его доводить до сведения с какой целью интересуетесь просто с какой целью что вы были информируем но даже дополнительно помимо то же я нам разъяснила достать не помню как хорошо но можете судья на вопросах нас прошу не волновать лишними вопросами мы сейчас в деле морально душевно от лекарства хотели спасибо 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 отклоняйте ли не отклоняйте и вот не расслышал отклоняйте ли не оптимайся отклоняешь мой просьб или нет а судя по молчанию не понятно да что ты хотели ты хочешь на меня наехать это как себя видишь это хотели это можно захотеть что вы хотели а вы что-то хотели отдыхать и следи за своим языком когда наезжаешь на людей я вам сказал уже все все давай не надо обострить надеюсь что вы не поняли что лишний вопрос вот это я понимаю нормальный разговор аудиозаписто можно вести она ведется я сразу вас предупреждаю вот молчать надо а то с наездом с таким и не сам то есть вас предупреждают больше всех надо я вас прошу как судим не собачьи молчите телефон уберите прошу пресечь действия судебного пристава сейчас началось судебное заседание до того как вы сюда пришли он нам скажем так домогался у меня все зафиксировано на аудиозапись я попрошу выполнить требования пристава что от вас требует здесь анатолич я вам скажу следующим образом значит вы ничего не нарушаете я сразу вам разъясняла до этого что никакая не может быть поэтому вы либо телефон положите чтобы он лежал на чём основаны ваши обвинения в наш адрес потому что у вас направлены потому что камеры камера на меня потому что у вас направлена камера в телефоне уважаемый суд я еще раз спрашиваю на каком основании вы обвиняете моего доверителя в чём не обвиняю я просто попросила выполнить он обоняет вашу просьбу но он не может это сказать сам он может сказать у меня есть какие-то медицинские документы что вам запрещено и не смотрю что говорить я за вас все отвечу я вас предупредила что если вы нарушите порядок нести административно не нарушает ответственность в том числе ответственность предусмотрим у гражданского государственного кодекса вам это понятно да нам понятно уже пристав поинтересовался присаживайтесь судебное заседание продолжается и обсуждается вопрос я так понимаю что вы ознакомлены с материальным делом обсуждается вопрос о возможности начать рассмотрение от дела в отсутствии представителя банка который просил рассмотреть дело в своем отсутствии указанное заявление ведь он будет молчать я уже сказал предыдущих судебных заседаниях всю позицию буду излагать я он просто присутствует следит как все происходит в процессе значит по поводу перехода к дальнейшему рассмотрению дела я считаю сегодня невозможно я сейчас нахожусь стрессовой ситуации плюс мне нужно ознакомиться с материалами дела более детально и тот запрос который был сделан судом он не выполнен то есть то что я сейчас увидел оригиналов документов деле нету я предлагаю повторно сделать запрос значит совком банк чтобы они предоставили аренал договора более того у меня будет время соответственно подготовиться более детально в следующем сумме на судебном заседании с учетом того что очень много материалов дела появились вы же по моему знакомились при первоначальном подачи заявление до отмены судебного заочного решения я могу вам сказать страницу до которой я знакомился из какой страницы я начал знакомиться сегодня я могу подойти рукописное заявление об отмене заочного решения вот до этого момента а все остальное появилось уже сейчас вы знакомились материалами дела вот 7 февраля да вот это я тогда говорю что на тот момент не было этих материалов дела вы готовы сейчас знакомиться или что сейчас я сделаю фотофиксацию всех материалов дела на данный момент и даже расписки указался что уже до 54 страницы 2 тома 2 дума здесь нет здесь его первый дом это дело приобщенная подшито это не может быть подшито это дело мирового судей поэтому машина быть не может это делать ну пускай так я говорю что я когда ознакомился в предыдущий самый первый раз я знакомился до определенного момента у меня дома фотографии есть сегодня я посмотреть с какой с какой листа я начал фотографировать начать то почему не можем я сейчас нахожусь в стрессовой ситуации я волнуюсь понимаете меня до судебного заседания судебный пристав вывел из-за равновесия мне нужно как минимум отдохнуть и успокоиться понимаете потому что чтобы не было с моей стороны агрессии там еще что-то там интонация не такая и тому подобное плюс я еще раз проясняю мне нужно ознакомиться не просто отфоткать а ознакомиться с материалами дела потому что я так понимаю что мы будем не изучать материала дела а перелистывать я же мешала это сделать за много времени до назначения ничего не мешало мне за каждый сюда приход платить деньги вот что я сегодня здесь прийти заранее познакомиться вот я здесь сегодня нахожусь потому что если я приду как вы говорите заранее то судья максуева она вынесет решение о том что эти судебные расходы не подлежат удовлетворению то есть но вот это время потраченное поэтому я это делаю правду судебного заседания ну судья максуева отменяет ваше определение вы наверно там ее возможно отменяете друг дружке так сказать помогать я вас услышала ваше мнение понятно денис анатольевич пожалуйста ваше мнение я поддерживаю вы поддерживаете суд определил поскольку оснований для отложения судебного заседания суд не усматривает начать судебное разбирательство при данной явке тогда для протокола моего возражения о том что на данный момент совершается грубое процессуальное нарушение потому что извиняюсь за выражение пяти десяти минут мне ознакомиться недостаточно было со всеми теми материалами которые появились вновь там только один перечень на лицах на 20 каких-то там непонятных операций там ну выписка какая-то что-то такое я считаю что это нарушение процессуальное со стороны судьи соответственно считаю что так недопустимо скажите пожалуйста пожалуйста по первоначальным требованием поскольку суд уже вас выслушивал вы заявленные требования признаете либо нет мы договор не заключали был подан встречный иск для того чтобы нам провести экспертизу да нам нужно оригинал договора узнать вообще есть он в наличии или нету потому что так подпись которая там на ксерокопии какой-то копии находится это не денис анатольевич расписывался более того я сегодня приобщил материалы документы подтверждающие что в один день якобы денис анатольевич заключил несколько договоров что в принципе нереально так не делается если человек приходит в банк он заключает один договор а не несколько договоров на разную сумму договор кредитный может быть заключен только в письменной форме если письменная форма не соблюдается то договор считается ничтожным это существенное значение имеет и поэтому наше доказательство может быть только со стороны центра бездействия со стороны ответчика то есть банка о предоставлении кредитного договора то есть они несут риск последствий не предоставления оригинала договора по нашему ходатайству потому что у нас такого договора нет и быть не может если они удерживают у себя предполагаемый договор значит у них его просто нет поэтому я настаиваю чтобы повторно сделали запрос третий раз запрос но пока суд не убедиться что у этого договора нет в природе я правильно понимаю что кредитном договоре и документы которые являются банковскими это общее условие и также документа получения кредитной карты масло не расписаться это не могу это не его подпись скажите пожалуйста как был зафиксирован ваш доверитель на фотографии при заключении кредитного договора уважаемый суд не знаю откуда это взялась фотография из какого банка с какой кредитной картой или дебетовой картой когда это было поэтому я не знаю каким образом у них эта фотография оказалась в сумку банки есть какие-либо открытые счета на ними масло на данный момент мы не готовы вам пояснить такой же вопрос задаю денису анатольевич аналогично аналогично что пояснить не уже вы не можете пояснить но когда-либо открывали там счет пояснить не можем денежные средства по картам каким-либо софт банки вносились и расходовались нет так у нас информации когда первый раз узнали о претензии банка что открыт на имя масло и оформлен кредитный договор и требуют какие-либо денежные средства взыскать уже на суд я считаю что это не имеет отношения в доме материалах дела не надо когда там приказ выдавался судебный когда отменялся вот тогда и узнали может быть были какие-то звонки со стороны банка уважаемый суд вот они часто тоже звонят и тоже иногда представляется банком иногда представляется там еще кем-то я вообще не веду никаких разговоров могу так просто послушать относительно ваших заявленных требований пожалуйста значит еще раз хочу обратить внимание что кредитный договор заключается в письменной форме несоблюдение письменной форме влечет ничтожность договора вытекающие отсюда последствия именно об этом у нас в встречном исковом заявлении заявлено что договор мы не заключали в нарушении 50 56 статьи гражданского специального кодекса ответчик то есть банк не предоставил в суд договор именно оригинал договора подтверждающий наличие каких-то взаимоотношений кредитный договор он консенсуальный поэтому важно именно заключение договора вопрос денег сейчас вообще даже не рассматриваться куда они перечислялись кто карточкой пользовался и так далее акцептом со стороны банка является выдача кредитной карты так 15 дней он срочно скажу банк предоставляет заемщику кредит в течение 15 дней с даты заключения договора договора и после предоставления заемщикам банк документов требуемых банков для предоставления кредита путем совершения совокупности следующих действий открытие там счета установили биток кредитования и третий пункт выдачи кредитной карты и пин-кодов одним из условий является это выдача либо денег либо кредитная карта ну то есть кредитная карта в принципе те же самые деньги ксерокопия каких-то расписок свидетельствует о том что во первых из них невозможно установить по какому договору то есть нету привязки что там по договору такому то допустим выдавалась какая-то карта плюс они соответствуют даты плюс как я предоставил что это не кредитная карта первые шесть цифр карты говорят о том что это дебетовая карта вы полагаете что заверены копия все представлены материалы дела и в подлиннике случае предоставления вам будут иные подписи уже на суд я не хочу забегать далеко вперед я считаю что банк не предоставит оригиналы документов потому что их нет в природе потому что денис анатольевич никакого кредита тем более на такую сумму не брал и тому костинное доказательство то что они у мирового судьи в исковом заявлении заявили о том что у них якобы утеряны какие-то там договора и связи с этим они попросили суть взыскать наставательное обогащение в связи с чем суд и отказал в настоящем деле представлены надлежащим образом в соответствии со статьей 71 гражданского социального кодекса российской федерации заверенные копии вы полагаете что под ним как будут иные фамилии и подпись уважаемый суд я хочу обратить внимание что я несмотря на то что я фотографировал я обратил внимание что заверено что не заверено и как заверено значит важные документы а именно договор и вот это вот распечатка якобы каких-то там расписок они не заверены не заверены понимаете ну нету так подписи печати нету просто ксерокопии я специально сфотографировал каждый лист со всех сторон часть документов представлена через газ правосудие я еще раз проходит усиленной квалифицированной денис анатольевич не подписывал кредитный договор все вы представляете сведения что это является дебетовая карта это дебетовая карта на чью имя Без понятия. Я просто проверил по номеру карты, который указан в этой расписке, что это за карта, кредитная либо дебетовая. И мне выдают информацию, что это дебетовая карта. То есть, как минимум, уже согласно договору, который в сиропопии меняется, будем называть это договор, хотя это не договор, проект договора, ксиропопия договора, там идет речь о кредитной карте. Это дебетовая карта. И ранее, если в банке и были какие-то открытые счета, карты тоже не получали. Уважаемый суд, я хочу обратить внимание, что мы рассматриваем дело в рамках кредитного договора на 230 тысяч. Что было раньше и что будет потом не иметь никакого значения. Поэтому мы просим все-таки рассматривать данную ситуацию. Но при этом я обращаю внимание, что в этот же день, согласно их второму исковому заявлению, было выдано два, якобы заключено два кредитных договора. Один из которых они потеряли, а про этот они не говорят, что потеряли. Возможно, они сейчас выяснится, что они не второй якобы потеряли, и заявят как неосновательное обогащение. Потом, может быть, еще какой-то вариант придумают. Понимаете? И такой вопрос. В случае предоставления подлинника, поскольку вы оспариваете в том числе и подписку, вы будете когда-то сказать о назначении экспертизы? Да. Мы должны убедиться в том, что там есть подписи, мы их более внимательно будем смотреть. Потому что у меня бессерокопия вообще не читаема. Ни договора, ничего там очень плохо все видно. То есть оригинал. Соответственно, если мы видим, что подписи, ну, как бы я не специалист в этом деле, Денис Анатольевич более внимательно знает свою подпись. Он посмотрит, что да, это не его подпись. Мы заявим экспертизу, экспертиза установит, что это не его подпись. И на этом, я думаю, дело закончится. Понятно. Что еще хотите пояснить по встречному исковому заявлению? Все очень просто. Сторона должна доказать, что договор был заключен. Единственный способ доказать, это предоставить договор. Договор в виде ксерокопии, который предоставлен, мы оспариваем. Мы утверждаем, что договор Денис Анатольевич его не подписывал и не заключал. Более того, он не исполнялся, потому что материалы дела отсутствуют. Это вообще какие-либо даже ксерокопии документов, подтверждающие, что этот договор когда-либо заключался и исполнялся. Вы также просите взыскать судебные расходы. В какой сумме и направляли ли вы увеличение суммы взыскания судебных расходов стороне банка по своему встречному исковому заявлению? Приобщены были договор и электронный чек на сумму 8500. Соответственно, сегодня был приобщен также электронный чек на сумму 21000, сейчас меняет память. Направлять какие-то там документы, во-первых, ГПК нас не обязывает этого делать. Во-вторых, это как бы не предмет судебного разбирательства, это судебные расходы, которые могут быть заявлены и после рассмотрения дела по существу. То есть я считаю... Вы же заявляете это в рамках этого дела, а не после рассмотрения? Ну да, только это не исковые требования. У вас было 8500, сейчас 21000. Нет, это плюс 21000. Плюс 21000. Вы уведомили, что увеличиваете расходы стороной Совкомбанка? Вы же не оставляете на том уровне сумму, которая у вас изначально была... Уважаемый суд, еще раз хочу свою позицию. Возможно, вы с ней не согласитесь, я как бы не удивлюсь. То, что касается распределения судебных расходов, оно четко все прописано. Я не обязан каждый раз говорить, что вот сегодня мы сделали то-то, вот вам документы подтверждающие, что сделали то-то. Сегодня сделали то-то, вот документы подтверждающие затраты. Вот к этой сумме нужно еще добавить почтовые расходы, материалы к делу, они должны быть. И госпошлину, ту, которая, на наш взгляд, была взыскана с нас незаконно. Госпошлина, потому что данное дело рассматривается в рамках законодательства защиты прав потребителя, о чем указано во встречном исковом заявлении. Но по какой-то причине, с вашей стороны... Здесь потребитель, если вы оспариваете заключение кредитного договора. Какого... Хорошо, я могу пояснить, я могу пояснить. Согласно законодательству защиты прав потребителя, потребитель это не тот, который заключил договор, а даже который намеревается, планирует заключить. То есть это, ну, в любом случае вытекает из отношений исполнитель-потребитель, кредитор-заемщика. То есть, ну, уважаемый суд, как бы я не придумываю велосипед, это судебная практика уже существует, ваши коллеги выносят, все нормально, госпошлину не взыскивают. Более того, ваша коллега, судья Мацуева, она как бы сказала, что нет оснований было вообще выносить такое определение. Более того, она взяла для себя функцию областного судьи и нашу частную жалобу почему-то в областной суд не направила. Вы вправе все это оспорить? Да мы знаем, что мы вправе, но просто, знаете, если мы будем заниматься вот этим вот непонятными телодвижениями, это будет лишнее. Наша задача, да, наша задача, чтобы все получилось. Ваши требования встречного иска, что хотите еще добавить? Заскали полностью судебные расходы, полностью отказали в первоначальном иске и чтобы, скажем так, репутация моего доверителя была установлена путем изменения информации в кредитной истории, ну, как указано в встречном иске, обязать Павла Совкомбанк направить в Бюро кредитных историй информацию об исключении сведений в отношении обязательств по кредитному договору, номер его указан от такого-то числа между Масло Денисом Анатольевичем и Павла Совкомбанк. То есть, вот это основные требования. И обсуждается ходатайство, которое было оставлено до разрешения в конце судебного заседания по приобщению к материалам дела сведений, определения банка по номеру карты, которое представлено стороной представителям ответчика и представителям лица по встречному иску. Вы настаиваете? Да, мы настаиваем, потому что это наглядно показывает, что те расписки о получении якобы каких-то карт противоречат утверждению, что это кредитные карты, потому что это дебетовые карты. То есть, помимо того, что даты не те, тип карты не тот, в рамках какого договора они выдавались, это вот наглядный пример. Как дополнительно в совокупности, чтобы суду сделать вывод о том, что те карты, на которые ссылается банк, не имеют никакого отношения к кредитному договору, который не ссылается, который не заключался. Спасибо. Вы поддерживаете? Я предъявил отказать о контролении данного адаптства, поскольку материал облина имеется сведения, представленные совком банком, какие карты, какие счета были открыты, на масштабе Дениса Анатольевича там, и указаны в том числе и тип этих карт, поскольку из данного документа невозможно идентифицировать, по-моему, эти карты принадлежатся этим начальными цифрами, в том числе и нет конечности. Возьмите, пожалуйста. Уважаемый суд, я вам разного еще брать не буду. Это ваши права. И поскольку, присаживайтесь, поскольку у нас... У меня возражения будут. Пожалуйста. Возражения. Значит, у меня возражения по поводу того, что отказано при общении материала дела тех доказательств, которые мы предоставили. Доказательствами являются любые сведения, которые говорят о тех либо иных фактах. В подтверждение того, что карта является некредитной, мы предоставили соответствующие сведения. Мной было заявлено Ходотайска о вознакомлении с материалами дела. Нам было отказано в ознакомлении. Соответственно, я не могу, скажем так, знать, что там предоставил банк, какая, на какую карту не ссылается, на кредит, на дебетовый и тому подобное. Поэтому я считаю, что на данный момент судья заинтересован в исходе дела, поскольку становится на сторону банка. Я считаю, что в данном случае профессиональное нарушение идет со стороны суда, потому что оснований не принимать данный документ не имеется. Разъясняю вам, в соответствии с требованиями ГПК, все свои возражения вы вправе сложить в апелляционной жалобе на принятое решение в будущем суду. Вам это понятно? Я знаю свои права. И присаживайтесь. И обсуждается вопрос о предложении судебного заседания в связи с тем, что сторона по встречному исполнению истца оспаривает заключение кредитного договора, в том числе и подпись в представленных документах. Судебное заседание отложить. Возложить в третий раз обязанность на представителей ПАО СОВКУМ БАН представление подлинника кредитного договора, в том числе признать явку представителя ПАО СОВКУМ БАН участие в судебном заседании обязательное. В связи с чем данное судебное заседание судом откладывается сторона как ответчика, так и истца в праве ознакомиться с материалами дела без ограничения его времени в тени, когда пожелает это сделать. Это понятно? Да, это судебное заседание я сейчас определю и повестки вам будут. Спасибо вам. Как оно настаивное Сухомбалка явно видно. Нам очень надо у себя уже все перевернуть. Видишь, что объясняет себе ответственность, я тебе точно она ставит обязательно яблоком на банк. Понимаешь? Угу. Пусть это не яблоком, что вы проиграли. Вот у нас прицелите примерно вы уже, понимаете? Да.